Последний вопрос, дальше будет лекция. Ну а что такое зависимость по-вашему, ну что это такое, вот по вашему мнению это что такое? Ну для меня это то, что у меня, мое здоровье убивает. А вот вы не знаете просто, что это такое. Все зависимости это одно и то же. Это просто нехватка энергии. И человек хочет, пытается ее восполнить, эту нехватку, неправильным образом, ну все. Все зависимости это нехватка какой-то психической энергии. Есть энергия счастья у человека, есть энергия знания, есть энергия вечности. Когда энергия вечности блокируется, она не поступает в организм нормально, то человеку нужно длительное движение совершать. Но он этого не знает, а ему хочется жить. Ему надо как-то снять вот это вот ощущение, что ему тяжело. И он снимает это курением. Когда энергии вечности не хватает, человек курит. Когда энергия знания блокируется, и человек чувствует несправедливость, какое чувство, что все. Меня никто не понимает, то он не знает, что ему надо просто в воде сидеть, неподвижное положение тела делать. И он пьет, выпивает. Когда человек выпивает, то ему кажется, что теперь все нормально. То есть почему так кажется? Потому что человек не чувствует этого блока. Но когда он трезвит, то опять все плохо становится. Потому что блок-то никуда не делся. Это просто самообман. И когда у человека энергия счастья нарушается движение, то ему нужны напольки. Они дают счастье. Спиртное дает человеку успокоение. Сигарета дает отсутствие страха, бесстрашие. И наркотики дают ощущение счастья, эйфории. И просто надо пробить блок, убрать блок, который мешает двигаться энергии и жить на светлой стороне. Это с помощью аскез происходит. Если человек совершает аскезы, какое-то время постепенно этот блок пробивается, пробивается, пробивается. Потом раз и не хочется. Вредная привычка пропадает. Энергия пошла нормально двигаться и все. Но люди так как не знают об этом, они начинают себя путать с этим блоком. Они начинают думать, что это моя вторая натура. Что это и все подтверждают. Да, у тебя вредная привычка. Ты такой уже плохой человек вообще на самом деле. Человек начинает себя считать плохим. У него портится самооценка. Низкая самооценка не дает возможности побеждать судьбу. Потому что если человека назвать деревом, он будет стоять и вот так веточки распускать. Он ничего делать не будет. Почему? Потому что человек очень сильно обуславливается, привыкает к тому, как он себя считает. И если он себя считает человеком с вредной привычкой, значит плохим человеком в целом. Значит, тогда что от меня можно ждать? Ну, точно так же, как человек хочет кушать. Можно избавиться от желания кушать или нет? Нет. Это плохо, что человек хочет кушать? Некоторые говорят, я грешник, я хочу кушать. Некоторые говорят, это неспроста, потому что лишний вес уже там 150 кг. Вот. И я не могу, я хочу кушать. Но надо разобраться, почему ты хочешь кушать. У тебя уже 150 кг. Куда тебе еще кушать? Тебе хватит на два месяца без еды жить спокойно вообще. Даже больше. Почему ты все равно хочешь кушать? Вот с этим надо разобраться. Потому что у тебя не хватает психической энергии. А ты не знаешь просто как ее получать по-другому. У тебя нет знания просто, что ее можно получать не только через еду энергии. Вот и все. Вот и весь грех в этом заключается. Что если человек научился правильно энергию получать, так ему не надо париться вот с этим лишним весом вообще. Он прекрасно будет худеть без всяких проблем. Но он не имеет знания, не метается, и никто не имеет этого знания. Поэтому ему говорят, надо клизмы делать. И у него уже там кишка трещит от этих клизм. Он сделал клизмы, опять жрать идет. Потому что от этого ничего же не меняется. Энергии же больше не стало от того, что клизмы сделал. И вот эти методики предлагают людям, они с ума сходят. И считают себя грешниками. И это выглядит очень смешно для тех, кто знания имеет. Ну, представьте, допустим, человек не знает просто, ну, по какой-то причине, ну, не знает, что, чтобы от тебя не пахло, нужно снять штаны и покакать в унитаз. Ну, пропало знание, может, он ему голову отбил, там, не знаю, там, инсульт, инфаркт. И от него воняет все время. И все люди вокруг расходятся, никто не хочет того рядом стоять и думать, блин, я такой вонючий, я грешник. И он страдает, он. У него уже такая философия, что, наверное, я должен всю жизнь мучиться в одиночестве. Он приходит к психологам, говорит, как мне найти близкого человека. И психолог ему говорит, слушай, я давай на 10 метров отойдем и я с тобой буду разговаривать дальше. У тебя воняет. Он мне, а, все, значит, это невозможно найти. Со мной же жена не будет на 10 метров жить, мы же не можем жить вместе. И у человека создается впечатление, что все, а надо просто научиться снимать штаны и какать в туалет, и все. Это простая вещь. Я вам сейчас по-простому объясняю, чтобы вы поняли, что вот то, что у вас у всех есть в жизни, вы себя это считаете своей второй натурой уже. Кто-то обижается, кто-то в страхе живет, кто-то негативно воспринимает все в этом мире. Все это просто неумение снимать штаны и ходить в туалет. У вас нет знаний просто и все. То же самое у вас, та же самая ситуация в жизни. У вас нет знания, что просто когда вы будете делать что-то, ваша проблема закончится. Потому что она просто существует как блок определенных препятствий в жизни. Который надо убрать, иногда будет двигаться хорошо и вам не будет хотеться то, чего не надо делать. Все. Что мне нужно делать? Сейчас вот я буду рассказывать. Но в целом как бы вы должны знать, что у вас есть на пятом, самом глубоком психическом слое есть блоки, которые надо убрать в жизни. И все. Хорошо. Сейчас будем изучать как это делать. У человека есть три тела. И физическое тело. Оно питается белками, жирами, углеводами, витаминами. И ученые хорошо изучили, фактически до молекул, знают как все устроено в физическом теле и что ему нужно. Они знают. Но они вообще ничего не знают, абсолютно ничего не знают. Про следующее наше тело, которое и является основой жизни человека. Это психическое тело. А основой жизни психического тела является духовное тело. Я когда в медстуке учился, я у физиолога спросил, задал ему глупые. Он сказал, глупые вопросы. Но от этой фразы они у меня внутри не исчезли. Я ему первый вопрос задал. Почему бьется сердце? Какая сила его заставляет биться? Он говорит, как какая сила? Сила нервного импульса. Нервный импульс заставляет биться сердце. Я говорю, а какая сила заставляет нервную систему работать? Он говорит, какие глупые вопросы ты задаешь. А вот как раз и не глупые. Оказалось, что в этом и заключается проблема, что доктор медицинских наук, зав. кафедры не знает, что нервную систему заставляет двигаться уже не грубая материальная субстанция, а тонкая. Это называется прана, психическая энергия. И сама возможность втягивания праны, которая заставляет нервную систему двигаться в организме, она тоже сама по себе зависима кое от чего. И это кое-что называется желание жить. Просто потому, что человек хочет жить, он вдыхает воздух. И вместе с воздухом, когда он вдыхает воздух, вместе с этим воздухом, во время вдоха в наше психическое тело входит жизненный воздух. Есть такие практики, которые дают возможность разделить эти два процесса. Вот человек может вдыхать психический воздух, а физический не вдыхает. Но у обычных людей, у всех эти процессы очень жестко соединены. Если ты делаешь физический вдох, психическая энергия тоже входит в тело. Если ты не делаешь физического вдоха, психическая энергия тоже не входит. Но есть йоги, которые могут психическую энергию вдыхать без воздуха. И поэтому они могут 40 дней находиться в воде. Просто жить на психической энергии. Потому что физическое тело, оно очень долго может без воздуха находиться, если будет хватать психической энергии, оказывается. И у нас нет об этом никакого знания. Ну то есть физическая энергия в организм поступает через пищу, через воздух, через воду. Нам все это нужно, чтобы физическое тело жило. Но мы ничего не знаем про психическое тело. Мы не знаем, что ему нужно для жизни. И оказывается, ему нужна психическая энергия, а не физическая. Которая поступает в организм из природы. Ну что-то природа это источник питания для человека. Это не просто вот типа, давай подышим воздухом. Вот количество кислорода на улице и в помещении может быть одинаковым? Может быть. Да? Почему нет? Хорошее проветривание и количество кислорода, воздуха, свежего воздуха будет в помещении и на улице одинаковым. А может быть количество праны в помещении и на улице одинаковым? Нет. Поэтому вы говорите, мне все равно хочется на улицу. Потому что там свежее. Не потому что там воздуха не хватает. Потому что там больше праны. И у нас нет знания об этом. Мы не знаем, что такое прана. Вот допустим, что лучше есть свежий арбуз или арбузный сок? Ко нему понятно, свежий арбуз. Хорошо. А в чем разница? Это одно и то же по сути. Вот вы же висок. То же зрение. Да, вот это и есть прана. Прана это то, что в арбузе находится. Ты его жуешь и писешь потом всю ночь вот так вот. А арбузный сок, когда ты поел, такого нет. Ты не бежишь писать, потому что прана. Вот этот вид праны заставляет энергию двигаться вниз. И поэтому почки работают сильнее. Но когда ты выпил арбузный сок, то же самое. Количество минеральных веществ, то же самое. Но ты не бегаешь в туалет по ночам. А если свежий арбуз, то бегаешь. С удовольствием прям. И пивсяешь на полную мощь. Потому что там много праны. И вдавливает организм эту энергию. Это нужно для организма тоже. Когда человек много работает, у него энергия идет в голову. И ее потом надо оттуда как-то вытаскивать. Человек поел арбуз. И потом у него вся энергия пошла вниз. Ему легче стало. Он писет с удовольствием, с удовольствием. Почему? Потому что расслабляется он. Энергия выходит из него. Мы многих вещей не знаем. Мы просто чувствуем, что это классно. Должаются арбузы на ночь и писать, и писать, и писать. Нам нравится. Мы не знаем почему. Это связано с энергией. Это не то, что у меня мочи много накопилось внутри мочевины. Мне надо ее вывести. Люди все переводят на химию. Они знают, что все с энергией связано. Энергии просто движутся. Люди раньше в древней культуре, они понимали важность улицы. Важность природы. А, мы не знаем важности. У нас нет знаний. У нас атрофировалось понимание, что нам надо ей питаться, этой природой. Люди, которые живут... Есть такой фильм старый, Дед Суузала, по-моему, называется. Это дедушку, который жил в тайге, привезли домой. Он пожил-пожил там, начал болеть и свалил в тайгу назад. Это он уже слепой стал, ему трудно там охотиться. И он все равно ушел в тайгу, потому что без нее невозможно жить. Он понимает, что здесь нет энергии, нет силы. Дедушка уже очень старенький. Чем старше человек, тем больше энергии природы нужно для того, чтобы выжить просто. И поэтому пожилые люди, которые хотят жить интуитивно, начинают ходить в парки, переселяются из города в деревню жить. Их тянет уже туда. Они не могут уже в городе. Годятся в деревню. Но почему бы с молодого возраста это не узнать, что надо питаться природой для того, чтобы жить хорошо, счастливо и успешно. Потому что для того, чтобы работоспособность развивать, для того, чтобы быть красивым, красота, это тоже энергия природы. Это не энергия пищи, это энергия природы, красота. Психическая сила человека, это энергия природы. Настроение хорошее, это энергия природы. Концентрация внимания, энергия природы. Это не только что ты наелся и у тебя концентрация внимания. Наоборот, наелся и у тебя голова куча ушла. Вся энергия ушла в желудок и ты ничего не сопрожаешь. А где взять концентрацию, не знаю. Энергия природы. Часто люди ругаются из-за того, что нет энергии. А муж с женой они пришли на лекцию и говорят, мы ругаемся каждый день. Я говорю, будет слишком много работать. Я говорю, да, да, говорит Алик Геннадьевич. Но что нам делать? Я говорю, просто вместе гулять в парке. Каждый день после работы гулять в парке. Они говорили, Алик Геннадьевич, у вас слишком простые советы всегда. Как для кошек и собак. Я говорю, ну вы сделайте это. То, что я вам сказал. Посмотрите результат. Они две лекции погуляли в парке после работы. Говорят, Алик Геннадьевич, мы не ругаемся. Как это работать, мы не знаем, но это чудо. Мы к психологам ходили. Они нам советы разные давали, но мы все равно ругаемся. В парке начали гулять и ругаемся. Потому что это чудо очень простое. Вместо того, чтобы ходить к психологам, надо просто пожрать. Тебе не хватает энергии. Есть два. Я их золотом звонким, я их одарю. Ну то есть, мужчина через оптимизм дает энергию, а женщина через красоту. Такой обмен идет. Это радость. Люди радостно жили, пели гармошки на улице. Я еще помню, когда я был молодой, постоянно везде на улице пели красивые песни. Очень включали на весь двор. Пройдем с паприкосовой, сверну на виноградную. На низкой улице я постою в тени. И так далее. То есть, песни красивые, со смыслом. Сейчас всякую фигню гоняю. Ну и же тогда в это время уже началась эта фигня. Я не знал правый слух. Но сейчас уже знаю. The baby like a fool. The baby like a fool. И вся пизда короче. Это примитивно. Итак, последние 7 лет я изучаю знания о психическом теле. Я учу 30 лет уже, но вот это фундаментальные вещи, связанные с аскезами, я изучаю последние 7 лет на своем опыте. Сначала я сам на себе все проверю, потом дальше смотрю, как остальные люди тоже это делают. И вижу, как сильно людям в жизни помогают. Я уже говорил вам вчера, что мы вечная душа, у души есть сознание. Ну, допустим, что от тела исходит человек? Просто свет какой-то. Это энергия сознания. Вот лампочка, допустим, горит, от нее приятно становится или нет? Нет, просто горит и горит. А когда ты на человека смотришь, от него приятно или неприятно, это энергия сознания. Энергия сознания меняет настроение. Она влияет на глубокие сферы нашей жизни, нашего существования. Энергия сознания. Бывают привлекательные люди. Сознание этих людей для всех приятно. В целом, веды выделяют три вида привлекательных людей. Первый вид, самый привлекательный, это маленькие дети. Если маленький ребенок сейчас сюда выйдет, все на него посмотрели. К нему исходит очень приятное сознание. Второй вид, это красивые девушки. И третий, мудрые люди. Это самый... И непривлекательный вид привлекательной энергии. Он сам на первом месте стоит. Это дети. Поэтому, когда ребенок приходит сюда и говорит, слушайте, уберите ребенка, я не смогу читать лекцию, все смотрят на него. Или девушка красивая вышла, все на него смотрят. Вот. А знания уже ты не сможешь передавать в этом случае. Знания тоже привлекают людей. Но не всех. Итак, вот эти три вида энергии, энергия счастья, которые в сознании находятся, вот почему нам от человека становится приятно. Потому что от него идут три эти энергии. Энергия счастья исходит от человека. Энергия знания. Энергия любви. Энергия вечности, энергия знания, энергия любви. От ребенка какая энергия исходит? Она привлекает в чем? Энергия вечности. Потому что ребенок еще маленький, в нем много вечности. Он накопил. У него много возможностей жить. Энергия любви от кого исходит? Красивых девушек. Энергия знания исходит от мудрых людей. И все эти три энергии хочется иметь в жизни. Они нужны. Поэтому нас привлекают люди. Мы любим людей, нас они привлекают. Этими энергиями. Эти три типа энергии, они не только в психике находятся. Они также идут в тело. Они питают тело жизнью. Органы все внутренние зависят от этих трех энергий. Работают. Каждая физическая функция, она зависит от этих трех энергий. Например, энергия вечности, она движение создает в организме. Она двигает. Нервные системы движутся, нервные импульсы, кровь движутся. Это все энергия вечности делает. Энергия любви, она включает гормональные функции в организме. Она, от нее зависят процессы синтеза в организме, энергии любви. Поэтому ребенок развивается внутри женского тела. Потому что в женском организме много энергии любви, поэтому синтез там хорошо протекает. Энергия знания трансформации дает в организме. То есть расщепление веществ различных, усвоение энергии знаний. Синтез энергии любви, движение энергии вечности и расщепление всяких молекул, преобразование всего. Это энергия знаний. Третья энергия. Таким образом, в физическом теле тоже действует. Какие-то органы больше связаны с энергией любви, какие-то с энергией вечности, какие-то с энергией знаний. Например, сердце связано сильно с энергией любви. Когда у человека любви не хватает в жизни, у него сердце болит. Почки связаны с энергией вечности и печень с энергией знаний. Когда у человека синий тяжелый интеллектуальный труд, у него часто страдает печень, перегружается в знаниях. Когда работа связана с нехваткой любви, грубая атмосфера, то сердце страдает. Когда у человека работа забирает много сил, почки могут страдать. Но эти связи с этими энергиями, они не только вот такие, напрямую в органах. А есть еще, вообще у психического тела есть разные слои. Для удобства, чтобы контролировать организм лучше, психическое тело разделено на пять слоев. Это экспериментально установлено. Я изучал это, глядя на людей, смотрел, как работает все это. Я вижу, все эти пять слоев в человеке легко могу определить, где блоки находятся. У меня нет вот с этим проблем. Допустим, он скажет, может, это у вас текущая жизопрения, Олег Леннадьевич? Все может быть, конечно. Но представьте, допустим, человек стоит в воде ледяной. Я ему говорю, сейчас тебя напряжет, потому что у тебя на третьем слое блока очистилось два слоя. Сейчас третий начнет очищаться. У тебя там блок. Он говорит, там ничего у меня ненормально. И вот там, как это, мужик один в этом, в Волге стоял. Олег Леннадьевич, вы говорите на всех, меня не напрягает. Я говорю, у тебя блок на четвертом слое, а он глубоко. Говорю, поэтому тебя не напрягает. Ну, у меня не напряжет, а на четвертом, Олег Леннадьевич, он шутит со мной. Стоит в воду, зашел, укуражив такой. Ну, все, вы все блоки, блоки, у меня все нормально. И потом раз на четвертом дошло, он такой, Олег Леннадьевич, я пошел. Я говорю, почему ты пошел? Он говорит, что-то мне тяжело. Наверное, я уже сейчас простыну. Мне что-то сковывать тело начало. Я говорю, да тут у тебя блок на четвертом слое. Он говорит, может, я перестоял уже? Мы слишком долго здесь стоим. Не все же так долго могут стоять. Я говорю, у тебя блок на четвертом слое. Он говорит, что тебе не сдохнуть? Я говорю, стой дальше. Ну, ладно, Олег Леннадьевич, я вам поверю. Предупреждает меня. Я говорю, да, давай, поверим. Мы хорошо, поверим. Стоит еще пять минут, раз, расслабило. Он говорит, Олег Леннадьевич, работает система точно. Мне теперь уже не холодно, нормально. Вот и все. Все познается на практике. А можно спросить, на что похожи эти свои, если нарисовать? На матрешку. Вот одна в другом. Один открываю, следующий. Вот так, человеки прям вот так кутывают его с этим слоем. Как матрешки. Одна в другой. Понятно? Самый первый наружный слой, он практически даже не... Ну, все слои, они вот внутри нас находятся. Но самый наружный психический слой не находится внутри нас. Он находится чуть снаружи человека. И он отвечает на наше взаимодействие с окружающим миром. Например, когда вы говорите, слушай, выйди из моего пространства. Ну, допустим, люди несовместимы, и человек рядом стоит. Он говорит, я не могу рядом с тобой стоять, и дай мне выйди из моего пространства. Ну, вот и все. А какое у тебя пространство? Я же тебя не трогаю. Вот и все. Вы поняли, да, что такое? Первый самый психический слой. Он отвечает за взаимодействие с людьми, за взаимодействие с городом, с климатом, с погодой, с луной, с солнцем, давлением атмосферным. В этом слое, если есть блоки, то тогда у вас будут какие-то проблемы с климатом, взаимодействие с людьми. Например, если блок связан с энергией знания, а этот блок всегда приводит к повышенной чувствительности человеку. Он чувствует неприятно ему. И человеку, допустим, такому, если у него блок на самом первом слое, с энергией знания связанной, ему очень тяжело быть рядом с людьми. Ну, хочется... Олег Инатьевич, а можно мне сидеть чуть дальше на лекцию, вот, допустим, на этом стуле? Потому что мне некомфортно, когда много людей вокруг. Мне некомфортно. Значит, нужно просто неподвижное положение тела. 13 минут, не двигаясь, человек пробивает один слой. На первый слой блок. 13 минут каждый день стоишь, и становится комфортно. Все, никто тебе не мешает. Это классно, знание такое иметь, что ты можешь изменить свою жизнь вообще полностью. 13 или 12? 13. Да, я уточнил, просто я думал 12, но потом я более глубоко посмотрел на вещи и понял, что 13. Потому что привязанность сильно была, 5 слоев, час, да, 12, 5 на час оказывался, а час, 5 минут. Это уже гарантия, чтобы прочиститься все. Ну и первый слой, соответственно, он не связан ни с мыслями, ни с эмоциями. Он просто связан с адаптацией к восприятиям, с восприятием этого мира. В каждом слой может быть три типа блоков вот этих, связанных тремя этими видами. Второй слой уже связан с эмоциями. Это самая поверхностная психическая функция человека. Поэтому эмоциональное реагирование самое быстрое. Вот идет к нам импульсов человек. Первое, возникает эмоция сначала, потом мысли, потом настроение, и потом впечатление уже глубокое. Сначала эмоция. Ой! Это эмоция. Вы, допустим, спали, когда ты спишь, да, и ты еще только просыпаешься, и потом мысли возникают. А что значит ой? Что это такое было? Что это было? Я когда последний раз приехал домой ночью, жена думала, я позже приеду. Я приехал, и, ну, не включая свет, подошел к ней, думала, она меня ждет. Она спала в это время. Я сел рядом с ней, и она такая, ну, она, видно, во сне, она меня раз, щупала, щупала, раз, меня заносил. Так, взяла и держу. Ну, нос начипала, и занос взяла, и держит меня. И потом, ой! Ой, не означает, первая реакция человека, это эмоция. Энергия по-своям движется в психике глубже, глубже, глубже. Потом мысли. Когда мысли, человек уже просыпается, он думать начинает. Мысли пробуждают человека. Потом настроение, настроение влияет. А потом впечатление остается, осадочек остался. Говорит, Сара, вы когда у нас в гостях были, у меня кольцо золотое пропало. Да не брала это кольцо. Я знаю, что не брала. Мы нашли кольцо. Но осадочек остался. Это самый глубокий осадочек. Это самый глубокий. На пятом слое находится. Итак, на втором слое находятся эмоции. И вот эти эмоции, оказывается, потому что психологи хотят понять, что же влияет на что. Вот, оказывается, вот эти эмоции влияют на слизистые оболочки в организме. Если у тебя, допустим, желудок воспаляется или кишечник. Ничего поносы, запоры от эмоций, оказывается. Горло болит от эмоций. Кожа тоже. Больная кожа, это на втором слое. Это связано с эмоциональной деятельностью человека. Лимфоузлы находятся на втором слое. Тоже с эмоциями связаны. Поэтому растутные заболевания связаны с эмоциональной деятельностью. Если эмоции отрицательные... Ой, не отстаньте меня, это потом. Вот, тогда вирус будет. Слизистые поражаются, оболочки. И наступают. А если у тебя там блоки уже возникают, от чего блоки возникают? Очень просто. Если ты не покакал день, не покакал два, не покакал три, потом покакать очень трудно, потому что возникает блок в кишечнике. И ты уже не знаешь, как его оттуда вытащить. Проблема. Вот точно так же блоки возникают в психическом теле. Я просто по аналогии рассказываю, чтобы вы поняли. Если вы один раз долбанули себя не тем, чем надо, отрицательные эмоции. Второй раз, третий раз, пятый, десятый. И это все копится в психическом теле в одной зоне. И возникает препятствие потом. Уже не знаешь, что делать. Если на кишечнике есть клизма, то на психическое тело мы же материальным способом не можем на психическое тело повлиять. Оказывается, клизмами для психического тела являются аскезы. Вот, оказывается, как уже эти блоки убирают. Когда с кишечником вам все понятно, обязательно надо прорвать эту оборону. А с психическим телом у нас такого мышления нет, потому что мы даже не знаем, что у меня за проблема. Нет знания. На третьем психическом слое находятся мысли человека. Если на втором слое страдает энергия знания вечности... Ну хорошо, давайте разделем. На втором слое, если страдает энергия вечности, это вызывает то, что на слизистых оболочках, слизистые оболочки становятся тусклыми, там возникают спазмы. Кожа сохнет, чешется. Анемичные слизистые, бледные слизистые становятся. Там трещины могут возникать. Сухость слизистых. Это энергия вечности нарушает там движение. Потому что человек эмоциональный страх испытывает. Если постоянно эмоционально... Ой, а вот, кстати, что такое? Почему я сейчас так поздно? Темно на улице. Не страшно ходить. Это эмоции. Если эмоции поставлены какие-то будут, то слизистые будут... Плохо пища усваивается, потому что спазмы на слизистых. Человек худой. У него на втором слое не усваивается пища в желудке, в кишечнике. Кишечник на втором слое напряжения, запоры. Напряжен кишечник. Ничего не проходит. Нет, перестань, все нормально. Без эмоциональной страх? Эмоции страх, скованные эмоции страх. Нет, а безэмоциональные тем бывают. Безэмоциональные? Вот это и есть безэмоциональные. Скованные эмоции. То есть было бы, а то и безэмоциональные? Да. Это и есть энергия вечности страдает. Дальше энергия знания, воспалительные процессы на слизистых дают, на кожу. Допустим, экзема. Воспалительные процессы энергии знания. То есть эмоции становятся раздражительными, чувствительными очень. Понятно? Доктор, у меня крокодильчики полетают по стяну. Ну а что вы на меня-то? На меня-то их бросаете. На втором слое как-то чувствительность высокая, то такие проблемы. На них обоих, значит, на втором слое энергия знания страдает в дуло. Чувствительность высокая. Значит, тут страдают слизистые воспаления. На слизистых, на коже, воспалительные процессы. Сопли, кашель, бронхит, астма. Воспалительный процесс. Бронхи – это тоже второй слой. Дальше энергия токсины, когда на втором слое – это эмоции негативные. А что вы, Олег Геннадьевич, такой веселый? У нас вообще-то война идет, все хреново. Знаете об этом или нет? Как будто вы в другом мире вообще живете. У нас все плохо. Пропала мальвина, невеста моя. Сбежал мальвина в чужие края. Юро, помните? Это токсины на втором слое. Блок такой эмоциональный. Эмоциональный, депрессивный человек. Токсины на втором слое – значит, что вирусная инфекция будет. В пандемии начнется пьюро первой, как бы, в ревенацию. Потому что токсины дают микрокапиллярность, когда и вирус потом туда попадает. На третьем слое – ну вот это и есть токсины. Интернет – есть счастье. Несчастный человек. У него как проработать чуть позже. У вас в мыслях, наверное, статическое напряжение или энергия, знания, страдает. Поэтому вам быстрее, Олег Геннадь, быстрее, как проработать. Это уже на третьем слое энергия. Знания страдают, чувствительность, мысли, значит. Быстрее. Вот, третий слой связан с мыслями. Третий слой связан с мыслями. Ну, это смешно, конечно, когда блоки у других всегда смешно. Энергия вечности на третьем слое блоканула. Какие последствия? Энергия. Третий слой связан с сосудами, мышцами и суставами. Значит, будет в сосудах спазма. Это в мигрене сосудов спазма. Это сосудистые спазмы мигрени. Вот. Вегет сосудистая дистония. Раки очень большие. Ну, по пять рублей. Но вчера. Взывает спазм сосудов. В мышцах напряжение. Суставы скованность. Блок на третьем слое, связанный с энергией вечности. Когда с энергией знания, связанный блок, это нетерпеливость в мысли. Олегина, что быстрее расскажите, как лечить? Чего вы все время как бы? Это третий слой уже. Энергия знания страдает. Нетерпеливость в мысли. Быстрее, быстрее. Воспалительные процессы в сосудах, суставах, мышцах. Меозиты. Воспаление суставов. Сосуды, когда воспалены, давление сильно падает. Человек ослаблен. Токсины, когда на третьем слое, то тогда атеросклероз сосудов. В суставах копятся хрящи, там растут всякие бляшки в сосудах. В суставах острый хондроз. Четвертый слой связан с настроением. Человек настроен на работу. Настроился, работа. Настроился, работа. И расстроился. Расстроился, и у Пальча не пойдет на работу, я расстроился. Настроился и расстроился. Это четвертый слой. Он связан, он очень, чем глубже, тем опаснее. Четвертый слой связан уже, внутренние органы страдают. Ткань внутренних органов. Щитовидка, печень, почки, поджелудочная железа, легкие, придатки. Все внутренние органы ткани, это настроение. Настроение плохое, значит, у тебя печень отваливается. Будет. Или что-то еще, сам посмотришь поток. Настроение плохое, Алик Геннадьевича, я не верю. Ну, хорошо, проверишь. Годик в плохом настроении, покойешь, посмотришь, что будет отваливаться. Если поверил Алик Геннадьевичу, то тогда есть шанс, что не будет отваливаться. Так проверишь. Потом будешь льститься и искать, как с этим справиться. И на четвертом слое, если страдает, допустим, энергия вечности, то это нарушение работы внутренних органов. Нервная система плохо снабжает, или кровь, то есть дисфункциональные расстройства. Если энергия знания страдает, воспалительные процессы, это воспаление гепатиты, панкреатиты и так далее. Воспалительные процессы внутри органов, это повышенная чувствительность, энергия знания, отобидчивость, гневливость. Энергия знания означает обидчивость, гневливость, раздражательность. Это все энергия знания страдает. Энергия вечности это страхи, страхи, чувства препятствий непреодолимого, отчаяния. Я знаю, что мне делать. Энергия вечности вулканула. Олег, иначе куда мне ехать из России? Страх, гонит человека или куда-то. Ну и плюс еще блоки развиваются где-то. Энергия токсина, когда страдает на четвертом слое, это копится там цирроз печени, гипотоз печени, там жир копится в печени, или соединительные ткани, или токсины копятся в внутренних органах. Это энергия счастья страдает, или депрессия называется состоянием. Депрессия это когда у тебя хроническое подавленное настроение, депрессия. Четвертый слой поражается. И пятый слой это осадочек остался. Это глубокое впечатление о смысле жизни. О жизни вообще в целом. О людях. Счастье есть в жизни, нет в жизни счастья. Есть в знании, нет в знании. Есть в любовь, нет в любви. Допустим, если человек чувствует, что нет любви, значит поражается. Какой слой? Пятый слой поражается. Разочаровался человек. Можно относиться философски же ко всему, тогда все нормально будет. А если не философски относишься, тогда будет все плохо. Будет плохо, нет? Нет, потому что он нормально относится, он радуется. Наломал немало бров. Счастливый, все нормально. Значит, блока не будет. А если как бы все плохо, нет любви, значит будет блок. Разочаровался человек в жизни на пятом слой. Пятом слой связан с нервной системой, с гормональными функциями, с психическими заболеваниями. ДЦП, аутизм, эпилепсия, истерия, шизофрения. Все это пятый слой. Понятно? Например, у человека истерия, это энергия знания страдает, истерические припадки. Если энергия вечности страдает, то шизофрения развивается. У человека ступор внутренний. Он не ориентируется, неадекватно воспринимает мир. Вот если мы когда в психиатрической больнице проходили практику, там ходили, нам показали одного больного, он встал на стул, начал читать Евгения Онегина, вот прямо наизусть. Я думаю, блин, а вот какое он еще за преминик. И когда он увидел, что все смотрят и слушают внимательно, он снял штаны в это время. Так как и проявилась болезнь. Ну, раз смотрите, то смотрите, и все. Показал себя. Посмотрел на других, показал себя. Шизофрения, значит, человек не ориентируется в пространство, и он не понимает до конца, что происходит. Скована психика вот этой энергии вечности, блок сильный. Истерия, значит, а-а-а-а. А токсины, когда на пятом слое, это эпилепсия. Там блок вот такой вот, токсины, копится энергией, потом прогревается. Приступ наступает. Разобрались? Что каждый слой связан с какими-то системами нашей жизни. Теперь правило. Первое правило, которое вы должны запомнить. Чем глубже слой, тем тяжелее до него добраться. И поэтому время тоже добирается до этих слоев постепенно. Например, у детей в основном заболевание каких слоев? Первый, второй, да. То есть они от климата страдают, у них слизистые постоянно. То покакать не может, то простуда, то кушать не может, аппетит страдает. Вот в основном первый, второй. У людей среднего возраста в основном страдают третий, четвертый. Это сосуды, там внутренние органы. А у пожилых людей? Чего страдает? Уже нервная система, память. Смеются над ними, что они забывают все. там. Это уже возраст так есть. Блоки на пятом слое. Как это, анекдоты постоянно про Блежнева там. Леонид Ильич, пожалуйста, сделайте доклад к Олимпиаде. О... О... Леонид Ильич, это Олимпийские кольца. Текст ниже. Ну и так далее. Много таких анекдотов, потому что уже с возрастом человек. Хотя там слоев, то изменения происходят. Вот. И смешно, конечно. Но когда ты сам в такой ситуации находишься, то не очень смешно. Субтитры сделал DimaTorzok